Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft и это свежий выпуск настоящих новостей страйкбола. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rus. В этом выпуске вы узнаете, что такое страйкбольная доза, какая нужна лицензия, чтобы пользоваться страйкбольной пиротехникой и на что способны российские мастерские. Начну с интересного факта про страйкбольную пиротехнику в США, но чтобы вы понимали, насколько у нас сейчас в России все с этим проще. Сейчас в США по закону, чтобы иметь право покупать и использовать страйкбольную пиротехнику, нужно получить специальную лицензию. Например, чтобы пользоваться продукцией Tegin, придется получить лицензию PITOP, то есть Professional Tegin Operator. А для этого нужно изучить обучающие курсы и видеоматериалы и еще после этого сдать тест. И только после успешной сдачи этого теста тебе выдадут лицензию. И ты сможешь наконец покупать и пользоваться страйкбольными гранатами, всякими леталками и страйкбольными гранатометами. Я знаю, что сейчас пойду по тонкому льду, потому что комментарии будут просто полыхать. Но предлагаю в комментариях выразить свое мнение, стоит ли подобную лицензию вводить в Россию и какие, на ваш взгляд, от этого есть плюсы и минусы. А мы пока идем дальше. Российский производитель аксессуаров для радиостанции FIDEM сделал новый PTT модуль с выносной кнопкой на палец и возможностью регулировки громкости. Это, кстати, является главной фишкой и особенностью этого продукта, потому что обычно, чтобы изменить громкость рации, вам нужно лезть к этой самой рации, что обычно бывает не особо удобно. А тут предлагается работать с громкостью, двигая специальный рычажок на PTT модуле. Зачем нужно менять громкость на рации, я думаю, объяснять не нужно, но если все-таки нужно, то я объясню. Если вы идете по лесу, например, в виде какой-то диверсионной группы, куда-то крадетесь, то лучше всего громкость на рации понизить, чтобы слышать лучше окружение. А когда вы штурмуете какой-то дом, там рвутся гранаты и так далее, то лучше громкость повысить, чтобы лучше слышать приказы командира. У этого модуля милплаг, причем, возможно, как гражданская, так и оригинальная распайка. Заявленный ценник 3600 рублей, ссылку на мастерскую и изделие я оставил в описании. Дальше целая пачка новостей от G&G. Вслед за ARP9 G&G решили обновить еще одну популярную модель своих приводов, а именно ARP556. Новая версия так и называется ARP55620. У новинки появилось млок-цевье и пятипозиционный приклад с возможностью установки расширенного отсека для аккумулятора. Я думаю, со мной многие согласятся, если я скажу, что ARP556 это, наверное, вообще самый популярный привод от G&G в России. Его очень любят брать в качестве базы для CQB спецов в сборах. Да и сам по себе этот привод отлично подходит под определение «купил и играй», поэтому его достаточно часто рекомендуют новичкам в качестве первого привода. G&G выпустили пару увеличенных, но при этом облегченных магазинов на 50 шариков. Заявлено, что вес в два раза меньше в сравнении со стандартными увеличенными магазинами. Есть две версии – под грингаз и под СО2. И на всякий случай скажу, что на вашем месте я бы не сувал СО2-магазины в глоке с пластиковым затвором, потому что вам, скорее всего, этот пластиковый затвор просто порвет. А для владельцев AEG-приводов G&G выпустили новый магазин на 105 шариков. Скорее всего, он однорядный. И, скорее всего, главной фишкой этого магазина является хорошая подача, потому что иначе я не вижу смысла вообще выпускать магазин для М-ки всего на 100 шаров. Называется, кстати, он GOM V2. Ну и, наконец, с G&G выпустили лимитированную и даже коллекционную версию своего газового пистолета GPM 1911. Как несложно догадаться, эта модель выпущена в честь памяти операции D-Day, она же операция Neptune и она же высадка союзных сил в Нормандии в 1944 году. Но почему они решили выпустить этот пистолет именно сейчас, я не знаю. Кстати, после успеха модели ARP9 от G&G, многие производители начали выпускать привода в форм-факторе М-ки с магазинами от PP. Даже динозавр, компания VL, про которую давно ничего не было слышно, тоже выпустила подобный привод. Называется он странно, VE021A. Это легкий компактный AEG весом всего 1,8 кг со стандартной М-очной внутрянкой, гирбоксом второй версии и роторным хопапом М4 типа. Корпус тут выполнен из полимера, но направляющие приклада стальные. В комплекте, кстати, есть механический магазин на 100 шаров. А самое заманчивое в этом приводе это его цена. В Европе такой привод сейчас продается за 124 евро, то есть на наши деньги это чуть меньше 8000 рублей. Поэтому на первый взгляд это выглядит как хорошая база для всяких эффективных сборок и сборок на ВВД. Надеюсь, их в Россию все-таки привезут. Что происходит после закрытия страйкбольного летнего сезона? Правильно, многие начинают чинить свои привода, всячески их тюнинговать или делать новые сборки, с которыми они будут играть в следующем сезоне. Так вот, для тех, кто планирует заняться тюнингом своего AEG, хорошая новость от магазина Zorg. К ним на склад поступила большая партия запчастей от СХС. В наличии поршни с тремя, семью, четырнадцатью и пятнадцатью стальными зубьями, готовые наборы шестерней с различным передаточным числом, алюминиевые головы поршней и цилиндров, различные моторы под разные типы сборок и под разные типы гирбоксов. И, конечно, для надежных и легких сборок в наличии есть стенки гирбоксов второй и третьей версии от Retro Arms. Ссылку на магазин я оставил в описании. В это время компания 5Q выпустила трассерную насадку BBP-12 Shotgun Blast Tracer для страйкбольных газовых и спринговых дробовиков с тремя внутренними стволиками. И от обычной трассерки она отличается внутренним диаметром. Насадку тупо шире, ну, чтобы шары из трех стволиков свободно пролетали. Выпускается в трех вариантах. На стволы диаметром 22,5, 23,5 и 24 мм. Фиксация происходит с помощью трех шестигранников. Ценник в Азии сейчас на наши деньги примерно 3500 рублей. Магазин Планета Страйкбола совсем недавно пополнил запасы газовых пистолетов от брендов KGV и WE. Из KGV в наличии есть самые ходовые модели ГЛОКов. Причем есть модели, рассчитанные как на грингаз, так и на СО2. Есть несколько моделей Беретта, также на грингаз и СО2. Несколько 1911, хайкапа и немного ЧЗ. Из WE картина примерно такая же. Приехала куча ГЛОКов, несколько Беретт и немного хайкапа и 1911. Ссылка на этот магазин традиционно есть в описании. Тайваньская компания Arquic Airsoft запустила свою линейку резинок для камер хопапа. Линейка состоит из трех видов резинок. Дживелин для АЕК, Трайден для ГББ на грингазе и ЭРО для спрингов ВСР-10 типа. Особенностями резинок они называют запатентованный, направленный воздушный канал и Ю-образную направляющую для шара. Позволяющая точно позиционировать каждый шар. А еще каждая резинка продается в специальной упаковке, чтобы ее не замяли и не деформировали при транспортировке. Кстати, о резинках хопапа. Тут существуют две школы. Одни ставят на стволики резинки хопапа, а другие заливают силхоп. Силхоп это когда на стволик ставится резинка без пупыря. А в окошко стволика заливается специальный силикон, чтобы получился плоский пупырь, который хорошо закручивает шар и при этом намного долговечнее стандартной резинки. Обычно резинку поставить просто проще, а для силхопа требуется специальный силикон, который нужно где-то найти, и сделать специальную оснастку, чтобы все это дело туда установить. Но тут ребята из Снайпер Сочи, чьи геймплеи вы могли видеть на нашем канале, внезапно сделали готовый комплект для установки силхопа. Называется набор доза и поставляется вот в таких вот коробках. Внутри есть двухкомпонентный силикон в шприцах и все нужное для установки. Поставить все это может на самом деле любой новичок. Ссылку на сам товар и на инструкцию, как это все устанавливается, я оставил в описании. В прошлом видео я рассказывал про новую камеру хопапа для АК серии от BullGear Custom, но тогда это был просто рендер-прототип. А сейчас мастерская наконец показала видео с готовым хопапом и показала процесс регулировки. Судя по видео, ход колеса плавный, регулировка на приводах ЦИМа выглядит легкой и простой. Другой информации у меня пока нет. В это время мастерская «Вялые перцы» работает над созданием страйкбольной многоразовой мины PMN. С точки зрения принципа работы, скорее всего, при нажатии будет срабатывать звуковой сигнал. Хотя, возможно, будет там какой-то маленький пироэлемент. Кстати, помнится, давным-давно страйкбольные мины делала контора S-Thunder, но тогда там была мука и вода, и такой вариант не прижился. Компания Bad Company Airsoft International, похоже, анонсировала PP-93. Почему похожи? Они точно потому, что пока есть вот такой пост и больше ничего, никаких подробностей. Компания SRU Airsoft сделала новый карабин-кит для пистолета AAP-01, называется кит APX-01. Кстати, сам этот пистолет Action Army AAP-01 Assassin GBB, наконец, начал продаваться в магазине Airsoft Truth и есть в наличии. Еще к русам приехали всем уже известные Глоки от East Crane, High Capa от East Crane, на которую я недавно, кстати, делал обзор, и новинка High Capa TTI, на которую я планирую сделать обзор. Напомню, что главной фишкой газовых пистолетов от East Crane является определенно цена. Это, похоже, самые бюджетные газовые пистолеты на рынке. Ссылку на продукцию я оставил в описании. Компания Maple Leaf для своего алюминиевого ложа для WSR-10 проектирует респланку с TDC-модом для регулировки хоп-апа. Пока изделия существуют в виде грубого литого прототипа, но скоро, наверное, увидит свет и дофрезерованное серийное изделие. Но по имеющимся материалам принцип работы уже понятен. Мастерская Lenin Solutions сделала целый набор для сборки бластера для спидсофта. А если конкретнее, они сделали верхний ресивер со стволом, тыльник ресивера и рукоятку с местом под регулятор и креплением баллона. Вам нужно будет добавить в ВВД систему регулятор, нижний ресивер и баллон. Примечательно, что раньше такие сборки можно было собрать только из зарубежных запчастей. И народ тащил эти детали из зарубежа и собирал здесь. А сейчас есть полноценный российский аналог. И, как я уже говорил, всероссийские соревнования по спидсофту Кубок России 2022 пройдут в ноябре в Екатеринбурге с 26 по 27 ноября этого года. Уже сейчас во взрослую основную лигу зарегистрировано 16 команд из 16 возможных. Из 9 городов России от Красноярска до Калининграда. Среди участников есть чемпионы России по спидсофту прошлого года и чемпионы по спортивному страйкболу в своих городах. Поэтому турнир обещает быть определенно жарким. Ссылку на события я оставил в описании. Совсем немного новостей про страйкбольные пулеметы. Компания Lambda Defense сообщила о том, что обновленная страйкбольная АЕК-версия LMG MK3 запущена в серийное производство. Правда, продаваться она будет в первую очередь в Японии. И первый в мире дистрибьютор этого пулемета это японский магазин Правда. Очень японское название. А еще мы как-то пропустили, но компания INK в 2022 году выпустили обновленную версию ПКМ АЕК. Но пока без подробностей. Для любителей темы Вьетнама компания Angry Gun анонсировала пару комплектов, которые помогут превратить ГББР винтовку MWS от Tokyo Marui в модификацию M16A2. Это наборы из стального ствола, фурнитуры и цевья и приклад весло. Напомню, что верхний и нижний ресивер от M16A2 они выпустили еще в августе. На этом я, пожалуй, закончу. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, не забывать подписываться на канал, если вы вдруг за все это время все еще этого не сделали. С вами был Евгеньевич, до скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...